спасибо магазину нимфа а также компании техномир за предоставленное устройство всем привет с вами я владимир тышевский и это канал выводишь new stack сегодня я сделаю обзор планшету от samsung galaxy tab 7 0 дюймов tab 3 это самый последний этап ну в принципе весьма интересный планшет просто сам планшет выглядит очень прикольно стильно престижно вот эти вот боковые края они такие гладенькие приятные то есть его удобно держать в руках и это реально круто то есть то что в принципе сам планшет он является ну чуть ли не самым дешевым планшетом но только galaxy tab 2 он дешевле потому что он как предыдущая модель и все то есть вообще это самый дешевый наверно планшет у samsung а из последних линеек я имею ввиду то есть не из давних планшетов здесь есть и 3-ми пиксельная камера здесь и слот для карт памяти есть и конечно и модель с возможностью телефонии то есть и интернет и телефонии но эта модель именно эта модель она без этой возможности то есть на начинку это никак не влияет только единственное что есть приложение телефон и и все то есть я ну как бы и есть конечно же разъем для микро сим-карт то есть по моему где-то вот здесь в этом районе или где-то рядом или может даже с другой стороны вот я точно не помню ну вот как бы суть даже не в этом суть в том что есть несколько версий окей ну давайте немножечко о самом планшете и о его тех данных и так далее так далее прежде всего хочу сказать о дисплее так как дисплей здесь не амолед как это привычно в самсунговских устройствах здесь tft дисплей и он максимально адекватный кстати я вот видите поставил такую картиночку ну давайте я просто пролистаю может быть пару картинок галереи по сути все смотрится очень даже неплохо то есть картинки не ядовитые достаточно сочные красивенькие симпатичные картиночки все работает в этом плане очень неплохо то есть все я имею ввиду дисплей но это 1024 на 600 разрешения дисплея и если он присмотреться на буквы то ребята ну это прошлый год это то же самое что было в прошлом году и наверное то же самое что было и в позапрошлом году то есть сам дисплей стал ну как бы лучше но качество отображения текста ну я бы не сказал бы что намного лучше или или даже вообще насколько то лучше вот то есть качество текста такое же самое как и на всех остальных предыдущих моделях то есть качество точнее чтение текста и это ну сразу же я напишу в минус и это большой жирный минус даже не hd хотя бы бы hd сделали уже было бы намного лучше ребята этот планшет он не берется для мощных игр он не предназначен для мощных игр он предназначен для значительно попроще игр и для веб-браузинга для соц сетей вот вот это для этого предназначен этот планшет вот поэтому если вы хотите конечно же посмотреть все таки как он работает в играх я установил здесь и real racing и форсаж и асфальт 7 и еще там одну игру вот и гиг бенч эти бенчмарки я все поставил я все покажу конечно вот но кстати игры вот по этой ссылочке переходите и там посмотрите на игры как идут игры на самом деле сам планшет работает нормально это переключение между экранами там где вот эти вот подлагивания переходы обратно в меню и с меню которые тоже имели определенные сложности выход в определенные приложения и выход из них тоже все это работает очень быстро единственное может быть в плей маркете немножечко идут прогрузки небольшие как бы протормаживания вот ну вы видите да при скроулинге вот ну в принципе по сути это очень не критично сам планшет работает более менее адекватно те владельцы у которых есть Samsung Galaxy Tab 2 может быть у вас есть вопрос или же те которые хотят приобрести и не знают что приобрести ну приобрести Galaxy Tab 3 7.0 или Galaxy Tab 2 7.0 сейчас давайте разберем что же все таки поменялось но первое сам планшет стал немножечко тоньше то есть если тот был 10.5 мм толщиной этот 9.9 планшет стал легче то есть приблизительно на 42 грамма планшет стал легче и это тоже хорошее преимущество чем легче тем лучше в третьих планшет стал немножечко ну ниже можно так сказать если тот был 194 сантиметра у миллиметра извините 19.4 сантиметра то этот уже 18.8 то есть ну приблизительно чуть меньше чем на 1 сантиметр мелочь но все же идет к компактности и он стал уже тоже приблизительно ну почти на сантиметр там может немножечко меньше там 12.2 был тот а этот 11.1 в принципе по сути да даже на целый сантиметр он стал уже и это положительно сказывается на том чтобы его удобно держать в руках качество дисплея здесь 1024 на 600 это такое же самое разрешение как и в предыдущей модели то есть не изменилось то есть разрешение осталось такое же самое просто сам дисплей стал как бы более новой технологии он более ярче красивее контрастнее и ну сам дисплей действительно стал немного приятнее также из технических особенностей я могу отметить что здесь процессор стал немножечко мощнее был двухъядерный по 1 ГГц в ТАП-2 здесь по 1.2 оперативной памяти так и осталось по 1 ГБ также основной памяти так и осталось 8.16 по выбору но из 8 ГБ доступно пользователю всего лишь 5 и там с копеечкой то есть грубо говоря 5 ГБ что мне как пользователю очень мало то есть очень мало и конечно есть возможность расширения карт памяти и это очень хорошо теперь что касается камер здесь VGA камера снимает она 720 на 536 по моему то есть качество видео не ахти ну по крайней мере разрешение видео здесь 3 мегапиксельная камера которая снимает 1280 на 720 то есть такое разрешение у нее это максимальное разрешение кстати примеры видеосъемок как работает камера вы можете посмотреть у меня по ссылочке вот здесь отдельное видео я тоже специально сделал теперь что касается браузинга ну давайте я запущу одну из страничек ну это там где можно найти текст прежде всего меня интересует конечно чтение текста и мы зайдем к примеру в технологии ну вот к примеру новость про вот скорость загрузки идет полноценного сайта про windows 8 и 1 в таком режиме конечно читать текст нереально то есть вы не сможете прочитать текст ну может быть кто-то с просто с невероятно хорошим зрением сможет прочитать текст здесь в таком положении текст читать тоже очень сложно то есть шрифт очень маленький приблизительно сравнимо да я не знаю шесть в ворде то есть вот шрифт шестой размер вот можно увеличить и тогда уже читать намного лучше в принципе по сути если планшет держать на расстоянии где-то 40 сантиметров от лица то получится так что более-менее даже адекватно можно читать нормально теперь что касается непосредственно самой работы браузера браузер конечно вот так вот он работает может быть конечно это сайт такой неоптимизированный но и пока я делал обзор вот где-то минут 15 прошло от начала может быть чуть больше где-то 17 по тому планшет как планшет греется вот здесь на верхней части очень сильно вот эта часть ну давайте я да вот здесь вот эта часть очень сильно нагрелась впечатления остались ну выше среднего то есть больше положительнее нежели отрицательные оценку данному планшету я могу поставить 8 из 10 кто смотрел видео с играми то есть вы понимаете что один балл можно забрать за игры то есть хотя опять же то есть можно даже пол балла потому что все же стоимость планшета невысокая и ожидать от него каких-то великих свершений не стоит также я могу пол балла забрать за камеру то есть кто смотрел то есть качество камеры все-таки хотелось бы получше то есть чтобы оно хотя бы отличалось от предыдущего поколения и за качество дисплея я тоже пол балла и того получается где-то семь с половиной восемь баллов из десяти вот этот планшет получает вот и ну давайте восемь баллов все-таки как бы дизайн у него более-менее симпатичный намного лучше чем у большинства конкурентов приятнее его держать сам продукт выглядит намного симпатичней красивее и элегантнее стильнее дороже то есть он выглядит реально дорого то есть вот это тоже его большой плюс спасибо вам за то что смотрели это видео надеюсь вам понравилось заходите в контакт смотрите бенчмарки также на отдельные видео смотрите игры и качество съемки и видео то есть можете посмотреть посравнивать как все это происходит а также заходите на канал смотрите другие интересные видео с вами был я Владимир Тишевский канал Вова Тишния Стэк всем пока до новых встреч в новых видео до новых встреч